устье улицы правды здесь дорогие друзья расположен китайский культурный центр замечательное заведение и ранее в лихие 90-е в этом же аляповатом здании которая вовсе не является памятником архитектуры здесь было какое-то казино я уже не помню название но казино было мощное с перестрелками и все дела и вот там чуть по отдали второе казино было весело и радостно а теперь здесь китайский культурный центр что ж а китайцы мастера торговать и вести переговоры и сейчас владимир владимирович глава рф прибывает великой поднебесной в самом аж стольном граде пекине дорогие друзья что же и в то же самое время но не в то же самое время а вчера в городе гандлова это словакия произошло а нечто вопиющее из ряда вон выходящие там было совершено покушение на роберта фицо премьер-министра словакии и его он получил пять пулевых ранений был доставлен в госпиталь в банско быстрица на вертолете и стрелял в него 71-летний писатель юрай цинтула основатель движения против насилия добрый день уважаемые зрители с вами снова я захарыч блаженный и я как и 71-летний писатель юрай цинтула выступаю категорическим противником насилия друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и поддержите мой развлекательный труд описание подскажет как во первых строках карта сбербанк у меня арестована за долги но сейчас у нас в долгах огромное количество народа населения рф и об этом мы тоже поговорим сейчас дорогие друзья юрай цинтула он написал такие произведения как сон мятежника дитрих осы послание жертвы и эфата на это цыганах также у него небольшой youtube канальчик он подрабатывал охранником купил пистолет в 71 год он пошел и и за каким-то вот зачем-то он взял блин выстрелил в роберта фицо и также он был сторонником движения военно-патриотического словацкие призывники которая выступала как бы против мигрантов всего такого прочего такой правый немножко но хочу вам сказать а также он был членом оппозиционной либеральной партии опушите либералы прогрессивная словакия чехословакия иногда это государство вместе чехословакии иногда врусь и вот сейчас как они там весело чудят к счастью роберт фицо на сторонник кстати россии противник конфликта противник на нацизма там на украине который он осуждал всячески на словах роберт фицо дай бог будет жить он два с половиной часа длилась нет простите пять часов длилась операция несколько пулевых ранений вот он выдержал до 59-летней политикой и слава богу честно потому что человек за мира вот такое вот выходит что вот либеральная пуля настигла доброго пророссийского слову человека да и не одна слава богу что жив что ж в то же время дорогие друзья теперь уже в то же время михаил хазин известный экономист говорит о том что весьма вероятно что произойдет серьезный удар под дых в экономике этим летом может быть даже сдвоенный удар под дых он напомнил события 12-летней давности чуть более когда центробанку пришлось поднимать ключевую ставку значительно и он сказал что могут значительно поднять ключевую ставку я не буду ударяться в цифры но значение могут быть серьезнейшие до падения рубля в том числе и в два раза потому что он сказал что реальная инфляция я с этим согласен я не раз приводил вам примеры реальная инфляция в два раза до больше чем в два раза выше заявляемой и это очень мало приятно вчера был удар по севастополю поганой крылатыми ракетами со стороны украины и власти севастополя предупреждают людей не прикасаться к фрагментам ракеты я тоже прошу ни в коем случае не прикасайтесь ни к чему военному грязно буро охряно зеленому не прикасайтесь мину лепесток вы просто если не знакомы с ней вы ее не узнаете она может искалечить и убить а вот эти вот фрагменты кассетные ракеты это снаряженные кассеты с шариками и взрывчаткой к ним нельзя прикасаться они на боевом взводе когда касаются земли взрываются они не все и те что они взорвались представляют собой серьезную опасность минную опасность фактически заминируют они вот так местности что ж симки по биометрии мин цифры и органы государственной безопасности всерьез рассматривают начало продаж сим карт о биометрии и также дорогие друзья готовьтесь это очень нерадостно на за мелкие нарушения начинают или начнут в ближайшее время штрафовать по видеокамерам и по биометрии если вы думаете что вы нигде и никогда не сдавали биометрию ха-ха-ха если вы ходили по городским учреждениям вас весьма вероятно сфотографировали так или иначе и на самом деле мы приближаемся к этому биометрическому аду цифровому концлагерю и все такое прочее с одной стороны а почему бы и нет да контроль над людьми контроль над всем происходящим отсутствие преступности и так далее но с другой стороны страшновато это все потому что достаточно посмотреть на китайский опыт вот этого социального рейтинга и понимаешь что так не хочется не хочется потому что если ты кому-то угодливо не улыбнулся тебя в троллейбус не пустят вот так вот да и даже не образно говоря хочется побольше свободы как-то все таки хотя да хочется чтобы не было преступности но и не хочется такого тотального контроля что ж слово о социальном рейтинге владимир владимирович сейчас в пекине вместе с уважаемым генсеком кпк си цзиньпинем они обсуждают перспективы развития все прекрасно все это такого сотрудничества еще никогда не было и в связи с этим я просто позволю себе я вот не могу иначе такой зловредный тип ложку дегтя комек си 929 дальнемагистральный авиалайнер его проектировали вместе россия и китай но в 2023 году когда правило проекторские работы были завершены китай исключил россию из партнерства китайский культурный центр ядрить то люсю а до того обратите внимание на то что подавляющее большинство китайских вооружений невероятно похоже на российские и советские образцы не просто невероятно да винтика друзья мои джей семнадцать палубный истребитель не перестаю приводить в пример полностью скопирован су-33 с российского палубного истребителя нас за пиратского денег никто не заплатил за использование лицензирование там ничего никому это не единичный случай и много много всего достаточно вспомнить веселую историю про вырубленную нашу тайгу или не нашу я уже не знаю чью вот сам я в этой тайге и не был то ни разу хоть я вроде и гражданин россии родина моя и хотел бы побывать но и денег-то никогда не соберу на поездку в тайгу и где-то ее и нет уже этой тайги зато китай в котором законодательно запрещена вырубка деревьев китай стал лидером по продаже леса это волшебство дорогие друзья эти добрые чудесные волшебники вам еще много разных фокусов покажет вы просто продолжайте смотреть и а держите рот открытым пошире и будет все зашибись что ж напоследок добавлю пишет страна юа я не могу не быть объективным 7 солдат вооруженных сил украины высылают из германии за нацистскую символику на их форме в которой они щеголяли и продолжали щеголять после сделанных им замечаний во время обучения германии это просто все происходящее какой-то звездец какой-то видит сколько же людей с промытыми мозгами и это действительно так но в то же время я знаю что людям можно промыть мозги обратно но только в том случае если они живы и вслед за петром павелом а президента президентом чехии если я не ошибаюсь или премьер-министром путаете должности а я следую вот за его призывом и призываю к миру скорейшему остановлению и прекращению безумно и бессмысленного вот этой междоусобицы это слово употребил сам владимир владимирович друзья еще раз подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мою непутевую деятельность и на самом деле о вашей поддержке очень-очень нуждаюсь да такие вот дела и здесь снимать видео в устье и улице правда непросто потому что слоняют здесь и обычные люди и люди связанные с непростым ремеслом пропагандон ства это когда несмотря на то что все вымирает странам непонятном мрачном сумеречном состоянии эти люди говорят что все хорошо а у нас в нашем фигово фифигово новую зебру нарисовали ничего а года через три глядишь и трещинки на асфальте залатают если асфальт положат ха 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 что ж доброго денечка